Вот спрашивают сейчас у нас Рождественский пост и новые люди по интернету, как питаетесь? Интересует их, не то чтобы я хотел, это неоднократно спрашивает, я скажу, даже Сергей один спрашивает, он знает о ком говорит. Новый человек пришел, ну и спрашивает, как молиться, какие правила, раз православие, то значит тут не просто одну Библию взял, а надо знать кое-что еще. Ну я посылаю в храм, к священнику, а то кто слушать будет, так, вот так, ну что питаться, я говорю, ищите там у нас ролики, это есть уже про это были, но именно в пост, вы обычно как, ну сейчас пост, вот сегодня суббота, вот, вчера введение во храм Пресвятой Владычницы нашей Богородицы Преснодевы Марии, так праздник именуется, разрешалась рыба, мы узнали, и поэтому у нас рыба, вот килька, откуда килька у нас? С магазина? Из магазина, сами не ловили здесь, вот, вот стоит Надежда Васильевна, она принесла, она тут за стенкой у нас живет, тыква, вот она какая. Только сейчас один у нас тут не послушался, я говорю, у тебя, ты не размышляешь, у тебя мозги похожи на эту тыкву, понимаете, я даже не искал этого сравнения, она стоит, я ей показал, вот твои мозги, ты их развал, спеченая, спеченая гневом, непокорством. Ну вчера тут приходил один брат наш, Володя Пенкин, Владимир Иванович, он уже пенсионер, очень хороший человек, он что не увидит, все старается делать, вот увидел, сапоги тащает, он в сапожную мастерскую и научился как мастер. Просфоры пекут, он просфоры в церкви, в алтарникам служил, сколько работал, совершенно бесхитростный, при всех своих там каких-то недоумениях, ну, когда-то меня сильно преследовали здесь, его настоятель, я попутно говорю, его и говорит, ты с Игнатием случайно не встречаешься, а если с Игнатием встречаешься, в алтарь вход закрытый, а он в алтаре ему там подает, он в алтаре, видимо, его и спрашивает. Ну, ну, любой, так сказать, голову опустил бы или как-то, а он простодыр, простой, простодыр ее у нас называет, и говорит, батюшка, да это мой дружок, и тот опешил сразу, и у него, он подает разжигать кадила, все, и сказал, и он пропустил, он как бы списал на его, так, такое состояние, и он везде, где бывает, вот, где бы он ни бывал, он старается что-то там увидеть, как делается, у нас тут богатый такой человек, Ракшин, и у него магазины по всей стране, Мария Ра, Ракшин, он миллиардер, но я его не мог найти, ни разу к нему не обращался за помощью для детского лагеря, но, видимо, Ракшин этот, он не дает повода санэпидемстанции, вот, привезли они виноград, вот показывается, вот виноград, но срок кончился у него, совершенно хороший виноград, Володя пошел туда и видит, они, говорит, мешками, там, этими ящиками выносят разные продукты, срок кончился, совершенно хорошее, кто не берет, но никому, покупателям не дают, вот, интересно как, работники свои берут, молоко, там, сливки, ну, совершенно хорошие, и вот он там что-то взял, тут у нас эти, теплицы, теплицы, там, наверное, я не знаю, сотни гектар, ой-ой-ой, какие теплицы громадные, и многое выбрасывает то, что там вырастает, что-то маленькое там, чуть-чуть пожелтевшее, и там люди копаются, куда они их вывозят, выбирают, тут полгорода, наверное, питается этим, и вот он виноград этот принес, принес вчера их кому? Надежде Васильевне дал, а она их дает ребятам, но она меня уже очень хорошо знает, 50 лет подруга жизни, и Геннадий не будет, так, а вы съешьте, я говорю, ничего подобного, взял, поставил туда, завтра утром она придет молиться, вот сейчас, ну, после молитвы, ну, и я узнаю эти, вот разобрал, откуда, что, откуда, от Володи, а Володя где брал, если он покупал, уже ни один не будет есть, вернем назад, среди зимы покупать виноград, при минимальной пенсии, двое не работают, то есть работают, где что дадут, не на производстве, и мы будем виноград среди зимы есть, а меня не заставишь, а, она говорит, Володя принес, Володя взял выброшенное, ну, вот выброшенное, это я возьму, вот чем мы питаемся, вчера мы собирали калину, вот, так, ты, к слову сказать, что с калиной делаешь-то? Ну, пока она стоит в коридоре, мне нет времени, мне нужно еще там сделать. А это не годится, я думал, ты уже все сделала. О-о-о, три ведра я все сделала. Ну, ничего не делала еще, три ведра, полведра могла сделать, не сделала. Три осталось вчера, три и сегодня. У меня дела свои, у меня дела. Я не против дела, только ты так и говори, не сделал ничего, стоит не тронутый, деньги и сращено, пальто не купил. Что остальное-то? Некогда, некогда. Вчера некогда было, вывел, все собрали, вчера здесь я уже сделал, что? Пол кружки наложил, раздавил, меду добавил, кипятком залил, все. Что надо-то еще? Чем мы питаемся? У нас картошка, вот, помидоры, покажу, вот это вот все, что у нас осталось, это вот помидоры такие. И мы их не выбрасываем, это все, что осталось, вот в одной ладони, видишь? Ну, все кончилось. Тут у нас что стоит? Вот лук, лук, чеснок, вот маленько где-то, ничего не выбрасывается. Вчера принесли хлеб, я его сразу разрезал, вот она готовит из нашей муки, сестра Нианила Щукина. Вот так, повдоль разрезаю, и вон, посмотри, куда положил, чтобы подветрило, как говорится, вон. Вот он где. И тут же принесли мешок почти, мешочек, она сама подсушивает сухари, то есть за хлеб, благодарим Богу, у нас мука есть, мука это мне помогает для детского лагеря, на зиму остается, не все истрачено. И поэтому я ей даю, пол мешка ей, пол мешка нам, мы сейчас решили, я говорю, тысячу, по 300 рублей давайте соберем, то она электричество-то там тратит, а она не берет. Ну мы картошку бесплатно, там что есть, стараемся дать масло растительное, то есть мы стараемся так обойтись, чтобы как-то что-то сэкономить. Так, что ты сейчас делаешь, Володя? Вот картошку чистит. Ну а мелкенькая картошка, у нас примерно она, вот такая вот почти, как виноград, вот такая картошка мелкая, вот такая, как помидорчик. Ну больше это не бывает. Отдельно сварили, если растительное масло разрешается, было в четверг, ну ее легко чистить, она мелкенькая-мелкенькая-мелкенькая. Это уже в кастрюле толкушка-растолок, но у нас все абсолютно так делается, что, я даже показать все хочется на месте. Вот она, толкушка какая, ничего особенного нету. На толок, который отвар с картошки отстоялся, грязь внизу осталась переваренная, два раза слили, она более-менее нечистая. Водой это залил, перетолок, растительное масло туда, все сели, за стол поели, кастрюлю чистая, вымыли. Чем мы питались? Да уже через пять минут уже не помним. Пища хорошая, какая надо. Вот вчера Нианила мне прислала от сердца, ну, чтобы сердце поддержать. Вот что это такое? Вот даже показать. Из чего она это делает? Сухофрукты. На чем они? Ну, чернослив там. Ну, что-то такое, вот, и еще сахар там добавляет или чего-то, помаленьку. Ты в тюрьму мне когда готовила, ты в тюрьму мне готовила это как в виде колбасы, из чего было? Грецкие орехи, мед, курага, чернослив. Ну, понятно. Это все переключается. Она делает плотно такое, как колбаса. К слову тоже сказать-то, а следователь был у меня курят, Владимир Кузьмич. И он меня допрашивает, а сам сидит, ест. Когда доел, она как колбаса вкусная такая, для сердца. Доел. Ой, я и забыл. Это вам жена прислала. Ну, прости меня, я уже съел все. Телефон. Вот смотри, как телефон. Слава Иисусу Христу. Вот телефон, он включается через 5 секунд. Мы договорились, старшая сестра, она каждое утро звонит, я быстро отвечаю. Слава Иисусу Христу. Она вовеки слава. Трубку положили. То есть нас ни копейки не... То есть мы знаем, где надо тратить. Деньги тратить надо на милостыню. Везде. Вот чем мы питаемся? Что у нас еще на завтрак будет? Вот это печеная тыква. Что, ее не видать, что я сейчас... Подожди, маленько, сниму. Чтобы там в нутро заглянуть, что у нее там есть. О! О! Вот теперь посмотри, что это. Семечки. Это все сощелкаем. Вот, пожалуйста. Вкусно она ей. Ну, бывает... Ну, еще. Хороший. Еще что у нас? Все. Что у нас вчерашнее еще осталось? Володя готовит у нас... Что у нас еще на завтрак будет? У нас только одно блюдо бывает. Второго, третьего нету. Ну, что-то сделать такое среднее между кашей, между супом-то. Отдельно кошкам. Вот они уже едят. А что там? Ну, разные рыбные там отходы. Игорь Барабаш. Или Володя там тоже нашел молоко выбрасывать. Тоже добавляем. Ни копейки не тратим. А у меня три кошки. Смотри, он какой нынче был. И вот какой стал он. Он был худой такой все. А сейчас-то разъелся. Гляди какой. Ну. Ну-ка, давай-ка покажем поближе. Опа-па-па-па-па-па-па-па. О-хо-хо-хо. Какой он стал. Ну-ка. Это его мать. Вот это вот. А это его сын. Опа. Вот оно как. Все мы питаемся. Тут у нас чай. Два термоса, залитые водой. Отдельно бывает варенье. Это что у нас? Какое варенье сегодня? Черная рябина. Черная рябина. Это сами все делаем. Черная. Тут я видел вчера еще какую-то баночку с чем-то. Ага, это с чем? Это на ежево сына. Калина с рябиной. Вот видите? Калина с рябиной? Да. Видите, какое питание-то. Ну, в городе это не сделаешь. Мы просто показываем. Ну, и у нас не ограничено. Хлеб не ограниченный. Тарелку что-то надо добавить. Ребята больше работают. Им побольше надо. Ну, начинаем всегда с чего? Накрошенное просфоро. Вот просфоро немножко возьмешь. Ну, и скрошили ее. Хлеб, чтобы не пропал, мы его просушиваем немножко. А это святая вода. Это вот перед едой. Каждый раз. Я промываю глаз. Он у меня болит уже больше года. Повредил его. Порезал. Ногтем задел. И вот это у глаза, которое самое близкое. И попала инфекция. Представь себе, дорогой едем по стране. А у меня с собой там Виктор Андреевич дал какое-то название. Развести надо. И в глаз капать. Я лежу. Там пыль, грязь. Но в машине. Едем-то по дороге-то. И капал. И бог-то хранил все-таки. Я вижу этим глазом. Вижу. Я все это попутно говорю. С чем мы питаемся? Вот что сказать? Ну, разве это питание? Питание крепкое при том. Ребята работают физически. Ну, я дома тут меньше. Я вот попутно хочу сказать. Мне даже друзья, когда пишут. Вот сейчас кто-то там, ну, начинает моих обличителей, в кавычках, вразумлять, и говорит, вот этот старик из деревни, вот то-то делает он. Я совсем согласен. Но что старик, я не согласен. Вот не согласен и все. Я сразу вспоминаю одну бабушку. Она заходит в трамвай. Ну, и помогли маленько, она зашла, и один встал, видно, студент, и посадил. Бабушка, садитесь. Она села. Ах, ты наглец такой. Да как ты смел мне сказать, бабушка? Видно, лет под 80 где-то. И ты смотри, что он придумал, а? И на весь. А он стоит, садился. Вот я чем-то похож на эту бабушку. Апостол Павел говорит, старец Павел, о себе говорит. А ему было не больше 60 лет. А мне 77 скоро будет. И я себя стариком, ну, никак не могу. Потому что старик, это, я понимаю, что такое старик. Он заботится о чем-то. О чем он заботится? Телевизор. Телевизор. Холодильник, туалет. Вот этот круг. У меня ни того, ни другого, ни третьего. Все, все. По-другому. Вот вчера я хотел сказать. Я сижу, вот где, вот это вот у меня стол. Вот я сижу здесь. А вот это вот окно. Ну, сейчас темно еще утром-то. Мы встаем в 4.40 утра. Помолились. И тут у меня сделана кормушка. Я убираю. Это две шторки. И две тюли. Все. Окно как бы чисто. Но плохо снимается. Охота снять воробьев, чтобы другие порадовались. Я пошел вокруг. Начинаю снимать. А перед домом я уже сделаю, когда увидите. Там из жести загородка. Почему? Там лук растет. И кошки-то приходят. Ну, они, коты-то мочатся. Я загородил, они туда не могут залезть. Это чистое. Я уже показывал, как это есть. Ну, зайду. Жуланов не видать. А для жуланов сделано, чтобы жуланы залетали. Семечки ели. Жулан только семечки ест. И надо, чтобы воробьи не съели. Я так сделал, только в фильтрации. Фильтруют их. А воробей туда боится залазить. Ну, мало где. А жуланщики заскочат, семечку вытащат. Ну, надо жуланов снять. И куст, я на нем повесил мясо. Четыре куска. Ну, завязал так, чтобы не выпало. И снимаю. Видно, воробьев в жуланах не видно. Задусь в сторону жуланов не видно. Что же делать? Я уже третий день кружусь. Обойду вокруг. Оттуда. Солнце оттуда. Тут я сделал. Холодно. Руки замерзнут. Чем занимается старик? Даже старик будет заниматься этим. И, наконец, придумал. Принесенное мясо с мясокомбината для собак. Я его положил на плиту. Вчера разогрел. Надрезал со всех сторон, чтобы туда эта веревочка в прорези зашла. Чтобы ее не сдернуть. И навязал с этой стороны. Откуда я буду заходить. Теперь жуланов видать. И видать всех воробьев, которые я на полу им насыпал. И здесь продолговатый такой, как короб с отходами от голубей. И внутри и жуланов всех видать. Но я их напугал. Уже к вечеру они наелись. Все равно я их уловлю, когда будут вместе. Вот чтобы заснять этот, составить такое, как Голливуд целый. Обыкновенных воробьев. Почему? Я очень люблю. И спросить вот сейчас. Вот что я сказал. Воробьев заснять. Ну кто этим будет заниматься? Вот издалека хорошим фотоаппаратом издалека заснял одного жулана. Больше ничего нет. Но чтобы создать вот это в комплексе. И воробьи были, еще и сороки. Ну сорока улетает. Недавно зимородок прилетел. Здесь поползень приходит. Тоже у меня питается. Снегири. Вороны. И чего только нету. А на улице собака. Ну какой старик будет заниматься этим? Ходить все время еще с видеоаппаратом и фотоаппаратом и снимать, чтобы другим было интересно. Ну просто понимаете, это так не бывает. Именно старчество в том, что человек уже все это отходит. Уже он начинает где-то думать. Я как будто бы совершенно в другой области живу. Вот у меня сад. Какой сад? Ну отца. Ветлина росла. Тополь сад называется. Где-то. И у меня было 123 скворечника. Я просто объявляюсь всем. Скажите, вы где-нибудь видели? Ну длина допустим 60 метров и ширина 50 метров. Ну вот на этом участке. Там черемуха. Дом на дому у меня везде, 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 везде. И картонные коробки, и сапог перевернутый. Дырка прорезана. И огнетушители в нем два. Большой пень, в нем восемь скворечников. И все занято. Там посторонние люди ездят и остановятся, и стоят и слушают. Разговариваешь, почти не слышно. А вот пересмешник этот, а рядом овчарня у отца. И вот маленький ягненок как блеет, и скворец так же блеет. А овечка как кричит, и он так кричит. Собака лает, и он лает. То есть он пересмешник всех берет. И у меня так какафония, как будто бы зоопар какой-то был. Ну кто этим будет заниматься? Ну я этим занимался-то не пять лет мне было когда, а больше. Это надо лазить на березы, на тополя, на верхушку на сам. И все сам это делаю. Теперь ребята приходят. И здесь у меня тоже есть. Ну тут город по-другому. Чтобы вот так птиц любить. И вот зимой тут у меня, ну сколько, жуланов допустим, полсотни кормятся. А воробьев около сотни. И я их всю зиму кормлю. Кормлю всех уличных собак. А что это надо? Ну надо, не надо, я никогда не думаю, мне интересно. Я делаю то, что интересно, и мне нравится. И вот так питаться. Вот сегодня сделал замечание. К слову сказать. Вот Никита, вот он перед вами, покажи себя маленько. Вот Никита стоит, снимает. Ему много замечаний было. Почему? Не потому, что я не люблю, Бог знает, Павел говорит. А сейчас ему замечания, ну минимум, ну раз в десять меньше. Замечания незначительные. Вот он положил одежду, ушел, разделся на ночь, на этой табуретке-то. А у нас тут, ну, кое-что мы ночью тут ходим зачем-то. И ты покрышку, чтобы положить во сне, не во сне, а ночью не видно. И это на тебя там отразится. Не ложить. Скамейка или тоже, чтобы сидеть. То есть я говорю, до самой мельчайшей подробности я ничего не скрываю. Я ему сделал замечание, он больше не ложит. Кошка вылазит из-под пола. И он вот эту вот, которая закрывает у нас дощечку, там вот решил, сюда положил. А кошка вылазит, она не может за картонку когтями усыпиться-то, картонкой. Вот сюда надо. Вот она здесь лучше усыпется. Теперь закрываешь, он вот так ее заложил. Тоже неправильно. Надо сделать, чтобы чуть-чуть было. И кошка, чтобы могла вот так подойти, открыть и зайти. А надень мы ее кверху. То есть мелочь такая совершенно. То есть он вперед не хочет смотреть, как это будет выглядеть. Я должен подсказать, почему мы живем вместе. И завтра-завтра уже этого не будет. Вот так. Сейчас я полез проверять, мышей где. Я попутно говорю. Вот Володя уже готовит. Пожалуйста. У нас плитка-конфорка на две этих. Вот. Вот, пожалуйста. Тут одна картошка. У тебя какая-то зелень была где-то есть? Есть. Сегодня суббота. Сегодня у нас 5 декабря. Декабря 2015 года. Вот у меня есть еще, что у них нет. Я им дал всем по трехлитровой банке нынче меду подарил. Но они съели. А у меня целая еще. Вот подписанная. Я мед на ночь немножко. Там бывает с водой теплой или как. А необходимо это. Для моего организма это необходимо. У нас интересная история будет на Патриарших прудах. Я им никому не говорю, что будет воскресенье. В воскресенье будет особый ролик составленный. Я уже все отрежиссировал, как это будет. Очень интересный. И мало кто сделает такой ролик. Притом при всем народе будет сделано. Весьма необычный. Ни одному человеку я не открываю это. А почему? Мне сделали как бы упрек. Укололи меня в одном месте. Я теперь им хочу показать, что вы всего не знаете, когда так говорите. Если я не соглашаюсь, меня обличают в чем-то. А вы не принимаете обличение. Я принимаю. Я принимаю, когда соответствует действительность. А когда вы все не знаете, то ваше обличение мимо меня проходит. Я его все равно обдумаю, посмотрю. Кроме того, у нас чесночок есть. Вот сейчас они ездили, помогали Валентине. У нас лук. Ну какой у нас лук? Я сейчас даже покажу. Привезли мы с Потеряевки. Вот он наш лук какой вырастает. Ребята, вот она на ладони. Это лук. А побыли они у Валентины Барышниковой. И она им наложила с собой луку. Вот теперь я покажу ее лук. Вот ее лук какой. Они работали, у нее рассчитаться нечем. Она наложила им всего разного всякого. Ну, не то что рассчитаться, а хочется как-то отблагодарить. Вот все, что у нас есть. Ничего больше нет. А когда молосные, в деревне были, мы там считали до 16 блюд, как у Игоря Барабаша. Я попутно это все говорю. Иногда вот от свежей тыквы сушим семечки. А семечки эти очень хорошо их. Ну, лежат они. Кто? Кошек, собак держат. Там могут быть гельминты какие-то, то есть глисты или что-то. И это, если ты время от времени ты ешь, то никогда у тебя ничего не будет. Ничего не будет. Это профилактика. Особенно бывает на мясорубке прокрутишь с кожурой, с этой пленочкой, которая сверху. Я вот попутно все говорю, чтобы показать. Соль на столе не бывает, сахар не бывает. Вот готовят сколько соли. Вот добавил, а соли должно быть в раз. Что означает в раз? Меньше, чем обычным бывает. Вот когда соль нормально у нас соленая, это означает в 4 раза больше нормы. Когда нормально для вкуса, нормально это в 4 раза больше. То есть надо уменьшить. А сахар вообще не должен быть на столе. Вот в варенье есть он там маленько, как-то, как-то, но не такой он вредный-то. Его готовят, там извести целые бурты, еще только нет. Больше ничего не могу показать. У нас вчера что-то другое было на завтрак или это же самое? Да ничего, то же самое. Ну вот хлеб у нас не ограничено, сколько тебе желаешь, ты ешь. Сухари. Я больше на сухари нажимаю. И это все. Покажи, как у нас все лежит в шкафу. Скажет, непорядок. А что это такое? Это вот я пшеницу здесь держу для голубей. У меня там голуби в избе в коробке сидят. Я уже показывал. Вот. Один голубь больной, а другой дикий. Я сейчас экспериментирую, как на дикого влияет. Вот подойди-ка сюда. Еще раз показать, что у меня тут. О. Это сегодня я не открывал, потому что кошки еще дома. Голодь может вылететь, а они схватят его. Вот он сидит, спит. Видишь как? Этот больной не видно тебе? Вот он. Вот поднял голову. О. А вон дикий, который. На дикого влияет или нет? Это вертлячка, что он занимается. Вот они. Правильно, я все уберу. Сейчас кошек уберут, когда так. Вот этот дикий. На него никак не влияет. Что он сидит. А на породистых, вот эта вертлячка передается, они все погибают. Вот сейчас я смотрю. Может быть, лекарство одно. Дикарей запустить. Они, может быть, какие-то несут особые микроны, которые будут поражать эти. Я так уже думаю. Ну, я не специалист. Не пастер. Луи. Ну, все. Так, тапочки на дороге. Можешь брать и идти. Вот она еще принесет, Надежда Васильевна. Мы опрасываем и сразу назад, чтобы еще у нас... Так, бери. Твои чашки не урони. Во славу Божию. Это у нас вода. Спасибо, что с... С Богом. С Богом. Закрывай. Вот. Это молоко, вот это, Володя принес. Это которое выбрасывает. Нормальное молоко. В магазин АРА. И он принес всего этого. Тут Валентина это дала. Что она нам дала-то вот это? Вот это. Что такое? Икра, как бы. Икра. Ну, какая икра там? С баклажанов или с чего-то где-то. Ну и все. Благодари Бога. И у тебя и желудок нормально работает. Тут свинины никогда не бывает. То есть мяса вообще не бывает. Вот и все. Во славу Божию. С оливкова.